И приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Я Светлана Портнягина. Друзья мои, ужин необыкновенный, самый наивкусненный. Короче, сочиняем на ходу. Искала рецепт что-нибудь такое очень простое и вкусное из баклажанов. Кое-что нашла, но добавила своих изюминок, кое-что убавила из чужого. Получила просто необыкновенное, щедевральное блюдо. Короче, для этого щедеврального блюда нам понадобится, собственно, баклажан, яйца, помидоры, лук репчатый, сахар, соль, майонез, растительное масло, перчик. Ну, можно еще пряности, но это там, посмотрим по ходу действия, как говорится. Так, друзья, приступаем. Перочить нам нужно порезать лук и ошпарить его кипятком. Ну, вернее, подержать его немножко в горячей воде, с солью и с сахаром. Вот. Итак, друзья, я не буду мельчить лук, потому что мне хочется, чтобы он там как-то чувствовался. Четверть кольцами, ну и такими не очень тонкими кусочками, чтобы он действительно чувствовался. Хоть у нас будет там шпарить кипятком, для чтобы жгучести сильно не было, но хочется, чтобы он все равно чувствовался. Нарезаю. Итак, друзья, выкладываю... Вот, блин, далеко не видно еще. Так видно? Вот, выкладываю ручок в такую розеточку. Насыпаю сахарку. Я все делаю на глаз. Вообще первый раз такую штуку делаю. Прямо сейчас возьму чайную ложку. Все равно это потом все сливаться будет. Ну, такую щепотку соли. Это просто такой маринад. Маринад-кипяток. Я не буду добавлять уксуса. Ой, хотя можно капельку, может быть. Ну, ладно, сейчас я посмотрю. Так. Сейчас я заливаю это все кипятком горячей воды. Вот так. Да? И, наверное, все-таки добавлю я чуть-чуть. Буквально. Хотя, друзья, может, лимонного сока. Ну, ладно, уже не буду заморачиваться. У меня обычный уксус. Совсем разбавленный. Я сама разбавляю его. Там, наверное, капли. Сейчас я попробую. Вот, все на глазок. Пусть постоит. Во-первых, он размятнет. Во-вторых, немножко замаринуется. Ну, и как бы... Ой! Ну, отлично. Ну, отлично. Вообще даже ничего не в переизбытке, как говорится. Ну, пусть стоит. Так. Продолжаем. Друзья, я налила масло в сковороду. Ну, так, чтобы не сильно жирно было. Хотя можно будет потом баклажанчики наши сложить на бумажное полотенце. И буду нарезать баклажанчики. Друзья, что время тянуть, как говорится, я поставила яйца варить и включила сковородку. Вот, баклажанчики нарезаю. Сейчас я посмотрю, как я буду резать. Если он плотный, то я соломкой нарежу. Ну, брусочками. Итак, друзья, я сначала нарезала такими вот длинными, да, вот на всю длину вот эти вот. А потом что-то подумала, что он расквасится и развалится. Поэтому я вот подушево вот так вот сделала. Вот такими вот брусочками режу. Брусочками. Такими не сильно худыми, чтобы они не развалились при жарке, понимаете? Чтобы вкус все-таки был в закуске в нашей баклажанах. Друзья, чтобы время не терять, пока греется сковородка. Сейчас я, кстати, кусочек брошу, проверю. У меня еще не сильно нагрелось. Я нарезаю помидорки, ну, такими дольками. Потом покажу вам. У меня маленькие помидорки. Если у вас черри, нарезайте вот такими дольками. Ну, а если крупные, я уже не знаю. Смотрите, там, может, кубиком, как вам больше нравится, полукружком. Ну, вот такими дольками я нарезала уже в салатник. Так, все, забрасываю я баклажанчики. Потому что, наверное, уже готовлю. На большом огне будем жарить, потому что нам нужен зажаристый баклажак, но они готовятся быстро. Включаю вытяжку. Не солим ничего, а то сок даст. Сухенькие такие жарим на сильном огне. Сухенькие не размешиваем, пока не поджарится низ. Друзья, вот смотрите, я уже перемешиваю, потому что у меня поджарилось. И хочу вам сказать, что масла уже нет. Я, наверное, еще подолью, ну, потому что это не дело, это вообще не пожарится. Очень много масла они едят, конечно, такие, как губка. Они, в общем-то, как есть, как губка впитывают. Наверное, я на сильном огне все-таки прогреется масло. Так я, наверное, крышкой прикрою. Потому что, ну, так не плотно, а дырку оставлю. Ну, вот, размешиваем все. Потому что хочется же, чтобы они поменьше мешать, чтобы они прожарились, правильно? Поэтому я прикрываю крышечкой, вот так вот дырочку оставляю. Вот дырочка, видите? Чтобы совсем не расквасились. Яйца варятся. Вот показываю вам процесс, друзья, нормально все. Такой вот полузакрытый, это хорошо. Они размягчаются и нормалек. Даже если они будут аль денте, ничего смертельного в этом нет. Вот так. На большом огне приоткрытая губка. Так, друзья, я тут прикрыла буквально. О, видите, прыщут, прыгают. Прикрыла буквально на пару секундочек. Кто боится, что сгорят. Наверное, хватит жарить уже. Я выключаю, и пусть они уже у меня сковородочки. Вот так вот постоят. Масла, слава богу, нет вообще. Ну вот, на сковородке я имею ввиду. Но все-таки, наверное... Сейчас я попробую один кусочек. Пусть они у меня еще под крышечкой здесь постоят. Сейчас я попробую. Яйца, наконец, закипели. Я же говорила вам, что у нас напряжение. Напряженка с напряжением. Вот такой кусманчик. Свет не ах. Фу, блин, кипяток. Думаю, что пресный баклажан не очень вкусный. Не знаю, я не пробовалась. Попробую, первые буду пробовать. Присем. Шкурка жесткая, друзья. Угу. Прямо твердая. Блин. Шкурку содрала? Грызу. Угу. На беде не жуется. Хе-хе-хе. Блин, нафиг. Тормоз надо было почистить. Не люблю просто кожуру обрезать. Ах. Баклажан магазинный. Чтобы был бы с грядки, конечно, он бы так прожарился бы. Смотрим. Знаете, мы соль, я все-таки немножко подсолю. А то наши закуски не просолятся так сильно. Больше мы солить не будем. Потому что будем заправлять. Ой, чунька, блин. Ну все, плита еще уже выключена. Но пусть стоит еще все-таки под крышкой. Чтобы уже 100% доготовилось. Слушайте, друзья, как красиво они поджарились. Вот прямо, ой, прямо ням-ням-ням-нямка какая. На выключенной сковородке. Посмотрите, под крышечкой. Просто грибочки какие-то. М-м-м-ням-ням-ням. Слушайте, может, правда выложить их на этот самый? Сейчас. Правда, я сейчас выложить на этот самый? Господи, это самое, это самое, да не та самая. Так. А что было? Милочку. Милочку. Сейчас я... А, это я только помыла, она мокрая. Сейчас я положу. Блин, прошу прощения. Друзья, прошу прощения, что все улетело. У меня что-то система Ниппель, я же вам говорила. Так, давайте два вот так вот, наверное, оторвем. Вот, почему люди такие ничтожные? Обязательно надо испортить настроение хорошему человеку. Это что? Злость, зависть или что? Выкладываю, короче. Сейчас прочитала комментарии. Кому интересно, прочитайте. Ну, под вчерашним супчиком у меня там комментарий написал. Мужчина один. Один джентльмен в кавычках. Такой щедрый, добрый дядя. Вот бывают же такие мужики мерзкие. Господи. Блин, ладно, там женщина, да, когда пишет пакость. Женщина женщине как-то, или мужчина мужчине. Но когда мужчина пишет женщине, это вообще, по-моему, не позволительно. Это не то, что даже не по-мужски, это просто не по-человечески. Ну, не нравится. Ну, сиди и сопи там себе в две дырки. Понимаете? Ну, это просто желчные люди. Ты даже людьми не назовешь их. Это просто желчь такая, галимая. Галимый силуэт желчи. Ну, я человек такой простой, прямолинейный. Дай Бог ему счастья. Вот. Хочу, чтобы меньше было зла в мире. Хочу, чтобы этот человек понял, что он неправ и что надо быть добрее. Пусть ему жизнь даст радости. Пусть он ее примет с простертыми объятиями, станет хорошим человеком. Вот, смотри, друзья. Короче, вот так вот выложила на двойное полотенечко, да, на бумажное. Ну, вот. У меня сейчас так хорошо пропитаются они. Вот. А яйца я выключаю и заливаю водичкой. Так, друзья, я уже показывала, как быстро и удобно чистить яйца. Это мастер-класс от Ильи Лазерсона. Повар такой. Из гильдии шеф-поваров России. Вообще, ну, ну, люблюлька моя. Я его обожаю. Это просто гуру мой. Так, хочу я вам показать. Вот смотрите, вот яйца в воде, да. Мы их сейчас прямо, можно расхолотить их прямо здесь, а можно вот так отстолкнуть, вот так мелко колотим, да. Колотим и возвращаем в холодную воду. Можно так оставить на пару сек, а можно еще пролить холодной водой, тогда же лучше. Ну, потому что в этом случае приходит такое волшебство. Я думаю, догадливы мы додумались уже. Ну, а те, кто не хочет, например, в этой мыслишке, я объясняю, что вода попадает под скорлупу и как бы немножко отталкивает ее от ядра яйца, понимаете. Потом она замечательно чистится. Надо, наверное, продемонстрировать, да. Я уже показывала буквально недавно, но все равно. Это делать лучше, конечно, в воде. Ну, вот оно и без воды. Оно уже попало, видите, как он прям лепестками снимается. Вообще отлично. Вот. Все. Секунда буквально, да. С жопки только берем, потому что в жопке полость, и оно там быстро пролывает. Вот если пленка, зараза, подольше продержать надо в воде. Вот. С жопки начинаем, потому что в жопке полости она как бы сразу проваливается, и это еще полежит яйцо это. Ну, вот таким образом, короче говоря. В водичке оно хорошо отскакивает, когда в воде в самой держишь, не вытаскиваешь наружу. Девчонки, не выходите замуж за таких ничтожеств, которые вот так вот пишут. Вот правда, друзья мои, пройдите, посмотрите под рубином, ну, вот, который суп. Я вчера готовила рубин, да, и почитайте. Ну, какой добрый мужчина. Вообще просто идеальный. Он, видимо, просто суперзвездой себя считает. Ну, ладно, дай Бог ему здоровья. Обидно, конечно. Особенно, как мужчина, слышать вообще в 10 раз обиднее. Когда ты стараешься, несешь позитив, а тебя вот так вот какашками пытаются запулять. Но они, конечно, ко мне не прилипают, они бумеранг отталкивают их. Они, короче, обратную сторону летят. Так, сейчас я уберу вот это вот и буду нарезать яйца. Итак, друзья, я нарезаю яйца. Ну, вот, я так никогда не нарезала. Попробую так красиво нарезать. Чуть-чуть тверденькой придется? Ну, да. Большими кусочками. Ну, желтки-то все равно вывалятся, да? Ну, ладно, будем пробовать, что делать. И, кстати, хочу сказать моя благодарность Светлане, которая за меня заступилась, даже не ожидая моего ответа, видимо, на эмоциях. Я приношу свою признательность. Вообще, это просто что-то, когда женщина заступается за женщину. Это просто, я не знаю, это выше всяких похвал. За меня никогда в жизни никто не заступался, потому что всегда считают меня очень сильным человеком. А знаете, как кошки скребут порой на душе, как хочется порой, чтобы кто-то за тебя заступился. И хочу вам рассказать один недавнишний случай. Какие мужики все-таки у нас инфантильные и ничтожные. Кто читает мои рассказы, тот, наверное, читал рассказ мой. Как же он называется-то у меня? Вернись, очарование. Вроде так. Что-то со словом очарование. Короче, не помню название. Вот. Если хотите, почитайте. Вы поймете, о чем речь. Короче говоря, мужчина. Ну, тут знакомый мой. Ну, такой симпатичный. Ведет здоровый образ жизни. Довольно симпатичный, такой общительный человек. Ну, тут одна неприятность была у меня. Мне понадобилась помощь. Вот. Он мне сказал, обращайся в полицию. Представляете? Как будто я без него это не знала, что надо обратиться в полицию. Понимаете, я просто считала его мужчиной, настоящим, сильным, мужественным. А он мне просто отфутболил. Ну, сказал, обращайся в полицию. Это уже о чем говорит? Это не говорит, я же не сказала, вот прямо сейчас беги там, да, когда у тебя будет время, помоги, пожалуйста. Это о чем говорит? Это уже многое говорит о мужчине. Многое. Вот я в том рассказе пишу образ очарования, да, вот. И мне надо сразу на это вот как-то, блин, организмом своим всем вот это вот как-то не обращать внимание на это. А я вот все надеюсь, что человек хороший все-таки, что я, может быть, ошиблась, или, может быть, там у него не было времени, ему просто стало неудобно, неловко. Короче говоря, всегда нахожу какую-то отмазку для людей. А это просто цикло. Простите за выражение. Ленивое, инфантильное существо. Вот так вот. Друзьки мои. Яйца нарезали. Так. О. Сливаем наш лучок. Вот он, наш лучок. Сейчас мы, знаете, через сито его сольем. Блин. Ну ладно, попробуйте из этого. Сито это не очень большое. Вот такое сито. Сейчас прям вот так вот попробую слить. Я, кстати, никогда в жизни вот так вот не делала. Ну было там немножко, тут брызгивало. Но вот такой вот фиговым. Я не делала никогда. Мне всегда нравился такой лук. Именно когда он прям, ну, со стриночкой, когда он так балует наши вкусовые рецепторы. Вот мне такое нравится. А тут прямо, я не знаю, почему для мягкости, какой-то нежности. Наверное, может, это вкусно. Я не знаю. Надо попробовать. Да нет, он хрустит. Послушайте, друзья, ну что это такое? У него нет вообще остроты. Бле! Мне не нравится? Вся его изюминка исчезла. Ну ладно, блин, ну что ж теперь? Все. Вообще расстроилась. Никак так не буду делать. Лимонным соком надо было сделать. Вообще вода, короче, нельзя в воде держать. Сразу говорю. Нет, кому нравится безвкусное вот это масло, пожалуйста, держите в воде, в кипятке. А кому не нравится, просто ошпарили, быстренько слили и все. Вот, замариновать там уксусом, солью, лимонной кислотой можно. Так. Ну что, теперь добавляем баклажанчики, да, ничего бы нам не прошлят. Вот это вот все, по-моему, да, мне не нужно же ничего. А, мне еще вот. Все. Военные тайны. Не расскажу. Добавляю баклажашки. Такие красульки. Какие красулечки они вообще. Настоящие жареные грибочки вообще. Ой, ням-нявочки. Ням-нюшечки, ням-нюльки. Клесотульки такие, блядь, пампульки. Так. Давайте я сначала так размешаю. О, сейчас сразу поперчу. Чтобы уже перчик, ой, чтобы остренько-остренько. Кстати, вот сюда, если чесночок, то будет, я думаю, хорошо. Дружок у меня один вышел на балкон. Залазить на стол я боюсь. Так. Сейчас я попробую вот так вот размешать. Минутку я пойду посмотрю, что там один. Итак, друзья, наш необыкновенный овощной шедевр готов. Вот какой красивый, я его такой красивый-прекрасивый сделала. О, видали? Вот с таким большим куском черного хлеба. Я как наверну вот так вот. Кусманчик вот так вот. Ой, это что-то будет ням-ням-ням. Салатом это назвать, конечно, трудно. Я бы назвала это закуска. Еще не знаю, как назвать в точности. Но я подумаю. Вот. Хотелось, конечно, конкурс устроить. Но вы никогда не отвечаете на то, что я спрашиваю. Давайте назовем блюдо. Ладно. Ну, короче, с миру по нитке, как говорится, с добавками, с экспромтом своего творческого вдохновения мы изобрели с вами новый рецепт закуски. Вот так вот. Вкуснота необыкновенная. Я буду сейчас вам кушать. Знаете что? Не буду. Потому что я хочу сфотографировать. Я сейчас тут козю-бозю наделаю, будет некрасиво. Ладно. Всем желаю. Ой, сейчас чихну. Это перчик. Перчик. Хлебушка. Всем желаю радости бытия, желания жизни, оптимизма, творческого, кулинарного вдохновения, чтобы у вас все всегда получалось. Шедеврально даже магазинные пельмени были особенные. И чтобы все домашние думали, и даже вы сами, что это приготовлено вашими собственными руками. От куска говядины до стакана муки. Пусть все в вашей жизни получается. Всего самого доброго. До встречи. Чао-ка-као. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!